Оказывается, великий русский писатель Лев Николаевич Толстой тоже любил играть в шашки. Вот что написано на 98-й странице его дневника. «Пошел к Дьякову. На Смоленском играл в шашки. И мне заперли 13. Смешно, что было неприятно». Здравствуйте, уважаемые любители шашек. Сегодня я вам расскажу, что понимается под запиранием в шашках. В русских шашках под запиранием понимается лишение шашек и дамок соперника любых возможных ходов. Это выигрыш. Своего рода пленение шашек и дамок соперника. В простонародье говорят «попал в туалет». А что такое запереть 13, об этом я покажу в конце видео на примере из партии, которую я выиграл вчера в лично командном первенстве на сайте «Гамблер». Ну, давайте покажу вам несколько примеров за шашечной доской. Разбор первой позиции будет, конечно, интересен начинающим в первую очередь. Обратите внимание, у белых две шашки и у черных две шашки. Ну, какой шашкой пойти в этой позиции? Ход белых. Естественно, этой шашкой ходить нельзя, так как черные попадут в дамки и выиграют. Соответственно, у белых единственный ход. АБ4. Теперь у черных единственный ход. АЖ7. Теперь у белых есть два хода. БА5, либо БЦ5. Куда пойти? Ну, в принципе, рассуждая логично, если мы пойдем на борт, то следующий вариант у нас будет пойти только на поле Б6. Если же мы пойдем в центр, то мы сможем пойти и на поле Б6, и на поле Д6. Поэтому логичнее пойти в центр. Теперь черным куда лучше пойти? Если они пойдут на борт, у них будет ход только на поле Ж5. Поэтому лучше пойти тоже в центр. Теперь, куда пойти белым? Давайте рассуждать. Если они пойдут на поле Б6, то у черных будет два возможных хода. Е5 и Ж5. А если белые пойдут в центр также, то у черных будет только единственный ход на поле Ж5. Поэтому белым лучше играть на поле Д6. Черные играют на поле Ж5. Вот тут, как говорится, белые на перепутье. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь. Еще что-то там потеряешь. Прямо пойдешь, жизнь потеряешь. Куда идти? Точный расчет показывает, что в этой позиции выигрывает только один вариант. Остальные ведут к ничьей. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых в этой позиции. Не расстраивайтесь, если у вас ничего не получится. Показываю выигрыш. Ходить надо на поле С7 белым. У черных есть выбор, либо на А4 идти, либо на Ф4. Естественно, лучше идти на Ф4, чтобы было потом два возможных хода. На поле Ж3 и на Е3. Теперь белые неожиданно ставят дамку на поле Б8. Для чего это делается? Если черные идут на поле Ж3, то белые играют на поле А7. Черные жертвуют шашку, побили и ставят дамку. И белые ходом Е4 ловят эту дамку и выигрывают. Соответственно, черным лучше в этой позиции сыграть на поле Е3. И в этой позиции все ходы белой дамкой ведут к ничьей. А как же тогда выиграть, спросите вы? Есть интересный механизм. Белые жертвуют шашку и загоняют черных в дамки. И затем блокируют эту дамку по нижнему двойнику. Черным ничего не остается, как жертвовать дамку. И белые бьют на поле Ж1. И как видите, у черных нет возможных ходов. Вот это и называется запиранием. Ну или как говорят в народе, туалетом. Давайте пример посложнее приведу. Это позиция Антонова. В этой позиции можете поставить видео на паузу, попытаться найти выигрыш за белых. Он неожиданный. Не расстраивайтесь, если у вас ничего не получится. Как выиграть в этой позиции? Белые неожиданно жертвуют шашку. Ну как видите, у них 4 шашки, у черных 3. Теперь стало поровну. И делают тихий ход Ж2. Теперь куда ходить черным? Остается только единственный ход ЦБ2. Теперь белые ходят ЕД2. Опять у черных единственный ход. Ну, если черные пожертвуют шашку в эту сторону, то белые побьют сюда. И после того, как черные поставят дамку, белые выиграют вот таким ходом. И черным ничего не остается, как только жертвуют своей шашкой и дамку. А если же черные поставят дамку, то в этой позиции белые еще раз жертвуют шашку. И выигрывают. Вот это, друзья, и называется запереть 13. Ну, в данном случае даже 14. То есть писателю Льву Николаевичу Толстому заперли дамку. Она называется, соответствует 12. И шашку. То есть получается 13 заперли. А в данном случае белые заперли даже 14. То есть дамка за 12 шашек и 2 шашки. То есть получается 14. Ну, давайте еще один пример приведу посложнее. Из практической партии. По-моему, так выиграл известный... Известный гроссмейстер Куперман. В одной из партий. Где-то я видел видео с его участием в интернете. Вот он как раз рассказывал видео, как он выиграл в партии. Ну, эта позиция возникает из дебюта игра Шмульяна. В этой позиции белые увидели, что могут провести комбинацию. И решили ее провести, не посчитав до конца последствия проведения этой комбинации. Можете поставить видео на паузу. Попытаться найти комбинацию за белых. И самое главное, оценить последствия проведения комбинации. Белые ходят СД4. Ну, неважно, как побьют черные этой шашкой или этой. Неважно. Результат будет одинаков. Затем белые играют ЖХ2. Побили. Так, жертвуют еще одну шашку. Загнали две черных шашки в дамки. Затем жертвуют еще одну шашку. Ловят дамку. И бьют две дамки соперника и шашку. И думают, что в этой позиции они выиграют. Но они, так скажем, глубоко ошибались. В этой позиции, как ни странно, выигрывают черные. Можете поставить видео на паузу. Попытаться найти выигрыш за черных. Черные жертвуют две шашки ходом ЕД6. Как бить? Если белые побьют на поле ЖХ7, то черные жертвуют еще одну шашку. Побили. Побили. И выигрывают. Соответственно, белым надо бить только на поле Х8. Но в этой позиции черные неожиданно выигрывают с помощью запирания. То есть, они жертвуют шашку и затем делают тихий ход. У белых остался единственный ход. Черные бьют шашку. И дамка белых остается, так скажем, в туалете. Ну и последняя позиция, которую я сегодня хочу показать. Вчера на сайте Gambler проходил лично командный турнир. Я играл за команду дамки НЭТ. И мне удалось выиграть красивую партию с помощью запирания дамки соперника и двух шашек. Кого я выиграл, не буду говорить, чтобы не расстраивать соперника. Разыграли дебют Гамбит Кукуева. Значит, белые ставят тычок. Черные временно жертвуют шашку. Белые побили. И черные нападают на две шашки. Сюда отдавать и сюда отдавать нельзя белым шашку. Это проигрывает. Об этом я расскажу подробнее в другом своем видео. Отдавать надо шашку только сюда. Затем я пошел ФЕ3. Соперник пошел ЦБ4. Я сыграл ЕФ4, ФЕ7. Разыграна открытая система дебюта Гамбит Кукуева. Я напал БЦ3. БА3 нельзя играть. Из-за жертвы временной и нападения. И позиция у черных плохая. Поэтому черные пошли БА5 правильно. Я сыграл АЖ3. Черные пошли АБ6. Я сыграл АБ2. Черные пошли БА3. И я сыграл ЖФ2. В этой позиции черные разменялись. Как видите, бить надо только назад. Потому что вперед бить плохо. Из-за размена белых в центре. И белые получают большое преимущество. Поэтому черные разменялись назад. Все логично. Я сыграл ЖФ4. В этой позиции мой соперник сыграл АЖ7. Я пошел ФЕ3. Как видите, ход БЦ5 невозможен. Поэтому мой соперник сыграл ЖФ6. Я сыграл ЕФ2. Подготавливая размен в центре. Мой соперник сыграл ЕД6. Здесь у меня был, в принципе, хороший выбор. Между разменом, ходом ФЕ5 и ходом СД4. Я предпочел сыграть СД4. Но здесь соперник неожиданно провел комбинацию. Я ее не заметил. Но, тем не менее, мне удалось в этой позиции даже выиграть за белых. Так, мой соперник пожертвовал шашку в ДЕ5. Пожертвовал вторую шашку. Пожертвовал третью шашку. И четвертую шашку. Дамка ловится. И черные проходят в дамки. Я, конечно, расстроился в этой позиции. Но посмотрел и понял, что позиция не проигранная, по крайней мере. Можно бороться за ничью. Ну, естественно, лучше пожертвовать эту шашку. Так как черные ее все равно выиграют. И я пошел ЕФ4. В этой позиции у черных было несколько вариантов для того, чтобы сделать ничью. Можно было пожертвовать шашку ходом ФЕ5. Можно было сыграть АБ2. Все остальные ходы плохие. Но ход дамкой на Д4 плох из-за хода ФЕ5. Черные побьют. Белые побьют. И в дальнейшем белые проведут все четыре своих шашки в дамки. Эта позиция выигранная. Черным, конечно, надо было играть либо АБ2, либо ФЕ5. Напомню. Но мой соперник почему-то сыграл. Пошел ходом. Ход сделал БЦ7. Это проигрывает. Причем проигрывает красиво. Я пожертвовал одну шашку. Пожертвовал вторую шашку. И, как видите, у черных две шашки и дамка остаются в запертии. Затем я сыграл АЖ5. Соперник пошел ЦД6. Я сыграл ЖФ6. Соперник ДЦ5. Я ФЕ3. Не даю никаких шансов. ЦБ4. ФЕ7. БЦ3. Поставил дамку. Мой соперник напал. И я разменял шашки. И выиграл. То есть, видите, у соперника, по сути, заперто 14. То есть, две шашки и дамка. Вот такая интересная партия. Друзья, сегодня я вам показал, что такое запирание в игре русские шашки. В воскресенье состоится БЛИЦ-турнир. Чемпионат Пемского края по мононеносной игре русские шашки. Я буду участвовать и порадую вас несколькими, я думаю, интересными партиями. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. До свидания. Продолжение следует...